На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. Нефтеюганские ученики участвуют во Всероссийской Олимпиаде школьников. Региональный этап состязания стартовал 11 января. Подростки уже прошли испытания по французскому и русскому языкам, а также по химии. А сегодня юные интеллектуалы проверяли свои знания в области истории. Подробности в сюжете. С собой только ручка и паспорт Всероссийской Олимпиады напоминает экзамен. Но только внешне с заданиями, которые предстоит решить школьникам, справятся далеко не все взрослые. Именно поэтому на региональный этап конкурса проходят единицы. По истории от Нефтеюганска всего 4 человека. Дети борются за призовые места, за баллы, чтобы выйти на регион, потому что это хорошее подспорье для поступления в ВУЗ. Если ты становишься призером, либо победителем на региональном этапе, то у тебя есть шанс получить несколько баллов при поступлении. Однако для наших ребят это не первостепенно, ведь некоторые из них не планируют связывать свою профессию с этим предметом. Например, Роман Коновалов решил поступать на финансовый анализ. Ну, тем не менее, я даже думал, зачем мне эта история, что время тратить. Ну, интересно, хоть и не связано, но тем не менее, я думаю, что вообще любой человек должен знать историю своей страны. Увлеклась всерьез историей и Виолетта Свисткова. Девушка пробует свои силы в Олимпиаде уже второй раз. Сейчас задания кажутся уже не такими сложными. Главное, по словам девятиклассницы, любить предмет и получать удовольствие от полученных знаний. Все началось с Петра Первого. Мне стали интересны его реформы. Потом, когда я углубилась в эту тему, я посмотрела на кудрамы от Стармедиа. Кстати, всем советую их посмотреть. И я поняла, что история может быть красочной и интересной. Добавим, результаты по истории станут известны уже завтра. Региональный этап Олимпиады продлится до конца февраля. А в ближайшие дни свои знания продемонстрируют лучшие физики и биологи города. Кристина Кочерова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Завтра у православных большой праздник – Крещение Господне. А сегодня они отмечают на вечере Богоявление или Крещенский сочельник. В эти дни христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Сегодня утром в Храме Всех Святых началась служба. После на территории церкви осветили воду и горожане могли ее наврать. А в субботу пройдут главные события – в 8.30 начнется литургия. По ее окончании жители могут проследовать в Крещенский городок. В связи с этим с 11.30 до 3.00 часов дня движение на дорогах будет ограничено. Перекрыто будет нижняя набережная. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Каждый год несколько сотен нефтеюганцев решаются окунуться в ледяную купель. Медики напоминают, что необходимо прислушиваться к своему организму. Не стоит погружаться за компанию или на спор. По словам врача-терапевта, важно перед погружением посоветоваться с лечащим врачом. Если чувствуете недомогание, простыли, ослаблен иммунитет или хронические заболевания в стадии обострения, окунаться не стоит. Остальным же советуют подготовить свой организм заранее. За месяц начать закаливание, чтобы не получить переохлаждение. Крестным ходом идти не спеша, после погружения растереть тело сухим полотенцем, надеть теплую одежду, дома выпить горячий чай с медом или малиной. Алкоголь в этот день категорически запрещается принимать. Не должно возникать спортивный азарт. Соревнования с членами общества. И похвалиться своим сибирским здоровьем. Все пройдет, все хорошо, все нормально. Совершение в прорубь – это, по сути, содержание в святой празднику. Неправильное проведение может привести к неприятности. Пройти диспансеризацию теперь можно, не опасаясь потерять рабочий день. В этом году в силу вступил закон, который дает право на дополнительный день к отпуску для прохождения обследования. И взять его можно раз в три года. Напомним, диспансеризация – это возможность пройти бесплатное медицинское обследование. Оно позволяет выявить хронические заболевания, скрытые патологии или онкологические заболевания на ранних стадиях. Диспансеризацию проходит каждые три года, начиная с 21-го. Кому показано обследование, в этом году видно на экране. По времени это недолго. На самом деле недолго. Если все хорошо, если человек молод, если его ничего не беспокоит, он очень быстро заполняет анкету, ему проводят обследование. Это на месте, берется сахар, холестерин, сделает ЦКГ. Нигде никаких очередей, задержек не бывает. Для прохождения диспансеризации необходим паспорт и медицинский полис. Записываться заранее не нужно. Достаточно прийти в кабинет номер 114 2-й поликлиники или 130-й кабинет поликлиники номер 1, это в 5-м микрорайоне. Цех подготовки и перекачки нефти номер 1 РН «Юганскнефтегаз» празднует в этом году полувековой юбилей. Подразделение было создано 1 января 1969 года. Подробнее о трудовом коллективе в нашем следующем сюжете. Подготавливали нефть в далеком 1969-м всего 58 человек. Объемы увеличивались, назрела необходимость расширяться. Сегодня в ЦППН-1 трудится более 200 работников. За 50 лет сотрудники подготовили порядка 500 миллионов тонн нефти. По плану показателей, в принципе, объект цех выполняет. То есть у него есть ДНС УПСВ, ПТВО и цех сбора. Соответственно, мы работаем на нефтиганский регион. Месторождение Усть-Балвык, Южный Сургут, Фаенка, Омнинское месторождение. То есть мы, так скажем, в своем роде уникальны. Мы не зависимы от другого региона. Уникальность цеха заключается и в его людях. Именно они успешно справляются с задачами, поставленными руководством общества. Становятся призерами и победителями конкурсов профессионального мастерства, спортивных и творческих состязаний. Но главным своим достижением работники считают бесперебойную работу подразделения. То, что у меня оборудование не ломается, это первый мой успех и вклад в добычу нефти. Я стараюсь поддерживать работоспособность, уверенно в ней оборудование. Александр Журавлев работает в Юганскнефтегазе более 40 лет. Половину своего трудового стажа посвятил ЦППН-1. Старший механик добавляет, что работники цеха славятся и другими делами. Например, умело создают красоту вокруг себя. От крупных макетов объектов до снежных фигур. Кстати, композиции цеха не раз удостаивались награды в творческом конкурсе. Красота всегда должна везде присутствовать, правильно? Чем красивее, тем и радостнее работают люди. Что-то новое увидели. И прекрасно у человека создается настроение. Он уже с какой-то охотой и с желанием идет на работу. 50 лет – серьезная дата, говорят сотрудники. Но останавливаться на достигнутом не намерены. В ЦППН-1 обновляется оборудование. Это даст новый толчок для дальнейшего развития, уверены в коллективе. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Брависсимо и белиссимо. Мастер-класс от итальянского тенора, выступления перед строгим жюри и прогулки на море. Нефтьюганский ансамбль «Родная песня» вернулся с международного фестиваля «Надежды мира». И «Надежды», как всегда, оправдал. Можете все забрать домой и показать родителям. Дважды лауреаты первой степени, как ансамбль и призовые дипломы за сольные выступления. Все это результаты поездки на престижный фестиваль «Надежды мира». Я был в шоке, что все организовано на таком высоком уровне относительно других конкурсов. Я планирую, скорее всего, если мы соберемся, то еще раз поехать, потому что этот конкурс, фестиваль действительно очень высокого профессионального уровня. Наверное, наше самое лучшее выступление было «Рыбушка» женским ансамблем. Ну, получили удовольствие от этого выступления. Кроме выступлений, учеба, особенно запомнился мастер-класс от итальянского тенора, который рассказывал про все аспекты идеального выступления. Вы настраиваетесь на себя, говорите, я самый красивый, я самый лучший, я великолепный, я сновшивательный. Настолько итальянец, хорошо преподавал, казалось, что там, он с юмором преподносил все, что как здорово, что мы приехали, мы совсем слышим там иное о русской культуре, как нам все понравилось, как мы хотим больше знать. А еще успели погулять по побережью, подышать морским воздухом среди зимы. Ансамбль надеется, что и в следующем году получится поехать на «Надежды мира». Мы не говорим «до свидания», мы говорим «до новой встречи». Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». А сейчас не переключайтесь, впереди программа «Вечерний гость». С этого месяца рассчитываться за сбор твердобытовых отходов будем по-новому. Этому и будет посвящен сегодняшний прямой эфир. Продолжение следует... Продолжение следует...